Всем привет! Здравствуйте! Так, перед тем, как начну... Вам тоже привет! Перед тем, как начну обзор ведьмы, я сейчас прячусь в этой комнате, где только ведьмы, да, покажу вам сначала кое-что другое. Посмотрите, пожалуйста. Это не из кожи, это полирезин. Они не старинные, они новые. Вот эта пара обуви стоит 29 евро. Я стараюсь такие вещи всегда либо ставить в витрину, в шоуфенста, либо где-то так, чтобы как можно меньше их трогали, потому что все думают, ой, они настоящие, ой, они кожаные. Зачем я это показываю вам? Вот просто для примера возьму, например, сейчас вот эту ведьму. Так, кстати, это у нас сейчас обзор ведьм. Ведьма-блондинка опаздывает. Мне нужно было 10 минут назад отсюда выйти. Но как же я отсюда выйду, если я еще не сделала обзор ведьм? Вы знаете, вот у кого ведьмы стоят в коридоре, на полу, либо, возможно, на какой-то полочке в гостиной. Вот поставить ведьму, например, вот такую на юбке, либо, ну, давайте возьмем вот такую. Видно, да? И рядом с ней, например, поставить вот такие тапки. В Нидерландах, да, в принципе, и в Германии, особенно, кстати, Нордхайм-Вестфален, они очень любят декорировать немножко по-другому. У них в ход идут и ванны, и унитазы они цветами засаживают. Это все вообще нормально и прикольно считается. И настоящие детскую обувь ставят, как элемент декора, на полочку с фотографиями, например. Я почему-то вот сразу подумала о ведьмочках. Если рядом с ведьмочкой поставить вот такие башмаки, то мне кажется, как-то вот оптически это ведьму это оживляет. Посмотрите, покажу еще поближе. А может быть, кто-то скажет, я собираю кукол, либо я люблю, кстати, это из Нидерландов, в таком стиле декор. Пожалуйста, пишите, это цена за пару. Выглядит, конечно, как ни крути, как настоящие шуйхин, тапочки. Давайте я сейчас еще раз вернусь к ведьмочкам, которые у нас считаются самыми любимыми у постоянных заказчиков. В принципе, они уже есть. Может, кто-то захочет докупить. Новичкам, может быть, будет интересно. Так, ставлю сейчас вот так вот камеру. Обзор этот будет недолгим, но будет информативным, говорю честно. Вы знаете, да, что у настоящих ведьм глаза зеленые, волосы рыжие. У меня тоже есть в коллекции ведьмочки с зелеными глазами. У них доброе лицо. В принципе, мне кажется, выдает только нос и подбородок. То, что это, в принципе, ведьма. Блестящий стиль. Стиль очень нарядный. Дети, кстати, очень любят все, что в блестушках. Если, например, вот вы хотите ведьмочку себе завести, не знаете, как на это отреагируют дети. Дети любят все, что блестит. Хотя, кстати, я не ребенок, но я тоже люблю все, что блестит. Видно, да? Есть в зеленом цвете, есть в лиловом. Кстати, эти же ведьмы, этих ведьм вы можете найти в моем интернет-магазине. Это www.galina-star.shop Очень надеюсь, что сказала правильно. Интернет-магазин называется так же, как и YouTube-канал. Там же вы можете посмотреть, сколько стоит пересылка в Канаду, Израиль, Беларусь, Украину. По Германии проще всего, это по Германии всего лишь 6 евро. Как правило, Россия, Беларусь, Украина, они собирают посылочки до 5 килограмм. Примерно 35 евро. И потом мы производим отправку. Смотрите. Я вчера показывала в сиреневом цвете вот такая ведьма. Предупреждаю сразу, что ведьмы-практики, они не берут милашных ведьм. Они берут вот таких ведьм. Кто берет себе ведьму как обереги, обратите внимание, вот так должна выглядеть настоящая ведьма. Не такая добренькая, нет. Ну чего и добренькой быть? Она в вечном изгнании. Охотится. В 15 веке даже здесь полили. Мне кажется, я читала в 15 веке. Посмотрите, какая классная. Кстати, блондинка с голубыми глазами. Почти сестры. Такая шапочка. Я всегда говорю, давайте своим ведьмам имена, украшайте их, если кому-то нужны пентаграммки. Обращайтесь. У меня есть пентаграммы из серебра. Ну вот, как вы всегда видите на мне, да. Разных совершенно размеров. Мы скоро вернемся к турмалину. Есть вот такие серебряные пентаграммы. Цены очень разные. Если немножко помельче, может стоить 39, может стоить 35. Самая дорогая, большая, которая трехсантиметровая, 65 евро. За 69 я уже продала. Я могу также к вашим ведьмочкам прилагать маленькие-маленькие пентаграммки, которые из бижутерии. По вашему желанию. За вот эти малю пусечки я не беру никаких денег. Когда вы покупаете ведьмочку, пишите, нужна вам пентаграмма, либо не нужна. Я вам ее добавлю. Вы можете уже ее на булавочке прицепить, например, либо на шапочку, как украшение. Ну, как правило, вешают на ручку, либо вот сюда. Ведьми. Так, покажись еще раз, пожалуйста. Вот эта ведьма, это классическая коллекция ведьм. Одна из самых-самых первых коллекций, да? Посмотрите, какое лицо, как сделано по-настоящему. Два винира. Просто прелесть. Просто прелесть. Так, что вам еще показать? Вот, честно скажу, сама напросилась она, потому что я никогда не хотела их показывать в ютубе, потому что у меня их было всего одна с половиной, потому что одну кто-то взял на улице, но это единственный экземпляр, старая коллекция. Я очень надеюсь, что они опять появятся в программе, но мне объяснили поставщики, что на них цены повысились в два раза, и поэтому они в раздумьях будут ли они их заказывать. Я считаю, что если это кому-то нравится, то купят и за ту цену, за которую это предлагают. Вот, например, такая ведьма стоит 65 евро. Она на качеле, на батарейках, ногами вот так вот делает. Осталась она у меня. Хотела сказать, осталась одна, да, она у меня была, в принципе, одна с половиной. В самом начале одна пришла, а потом пришла еще одна. А потом я до заказала, даже, я бы сказала, перекупила еще две, потому что хотела для них предназначение найти, но, к сожалению, одну из них украли. В общем, запутанная история, есть еще одна, стоит 65 евро. Так, теперь я вам показываю ведьмочек, которые у нас, в принципе, все, мы о тебе не говорим, обещают. Вот этих ведьм у нас тоже очень любят, да. Они стоят 14,90, примерно, я бы сказала, 30 сантиметров. И ножки даже сделали. Кстати, мне одна подписчица из Белоруссии написала, она покрасила пальчики, сделала ей маникюр. Личико тоже немножко подрумянило. Ну да, а почему бы нет, оживила. Синие ведьмочки исполняют желание. Зеленое, оно, правда, здесь, Гульчатай, открой личико. Еще упакованное. Вот так вот покажем, да, я уберу этот пенопласт. Видите, у них лица, в принципе, отличаются. Какая ведьма на вас посмотрит, та ведьма ваша. Видно, да? Вот так в профиль есть малиновая, зеленая и синяя. Могу себе очень хорошо представить на елке как украшение. Вот американцы, например, вешают очень много игрушек на елке и цветов. Ну, а мы ведьм, а почему бы нет? Вы же видели здесь елку, которую нарядила моя дочь? Я сейчас постараюсь эту мадам отключить. Все. Отправили ее на пенсию. Смотрите, есть еще вот такие ведьмочки. Их осталось три. Те, у которых, они в очках, они с корзинкой. В корзинку тоже можно что-то положить. Вы, в принципе, знаете. Нарядные. Это настоящие страусиные перья. Глаза у этой ведьмы светятся. Нажимаете вот здесь на руку. Ножки. Классные. Они все равно разные. Хоть это одинаковая модель. Вот я всегда об этом говорю. Эта ведьмочка стоит 19,90. Черная. Есть еще одна. Но, в принципе, сиреневая. Вот их осталось две. Но, может быть, еще третья висит на улице. Такое тоже может быть. Ну, я буду говорить лучше две. Правильно? Чтобы потом не получилось, что одновременно несколько человек закажут. И кому-то не достанется. И будут потом расстраиваться. Класс. У нас вот вовсю идет подготовка. Не только к Новому году. Мне уже девочки пишут. Мы приедем на Вальпургевую ночь. Вчера у меня были туристы, которые сюда специально приехали ради Рождества. Но я всегда буду рада всех вас видеть. Но не спешите с отпусками. Потому что, как правило, если отменяют рождественскую ярмарку, то отменяют и Вальпургевую ночь. По крайней мере, так было в прошлом году. Поэтому было бы жалко. Я не знаю, какие там условия в отелях. Но я буду рада видеть вас всех, в принципе, всегда. Так, идем дальше. Девочки, вот эти косметички, кстати, у меня здесь одна осталась. Кому еще надо, пожалуйста, пишите. Потому что у меня еще их немножко осталось. Затем у меня спросили, Галина, покажи, какие есть легкие картинки в пастельном стиле, которые можно применить в... Вон, цима, господи. Зал, коридор и даже кухня. Я вам сейчас покажу то, что нравится мне. Вот такие мелочи, они у нас как бы отвечают за уют в доме. Да? И так как здесь у меня в комнате ведьм, вот это сделано на старинку, там помято, там потерто, там еще что-то. Это наш любимый шебешик. Так, вот такая картинка стоит 29 евро. Но кому надо, пишите, сделаю за 15. У меня их осталось две. Потому что я смотрю, вот это вот, например, потертость. Это она уже у нас, эту потертость приобрела. Видно, да? Вот так поверну на свет. Очень пастельно, красиво. Могу себе даже в коридоре представить. Делайте, пожалуйста, скриншоты, отправляйте фотографии мне через WhatsApp. Как сделать заказ? Пишите в WhatsApp. Номер стоит в описании канала. Мой новый номер. Затем я смотрю все, что вы выбрали. Считаю общую сумму, пересылку. Вы отправляете мне денежки либо на карту, либо через Western Union. Я вам тогда отправляю товар. Пожалуйста, старайтесь до того, как я вашу посылку соберу, старайтесь быть уже уверенными, что у вас все получится. И деньги отправить, и все, чтобы не было такого, либо меньше было такое, когда посылка уже собрана, а я потом должна ее разбирать, потому что что-то не получается. Кто первый раз отправляет деньги, вы, пожалуйста, не переживайте. У нас уже бывали такие случаи, когда мне девчонка из Ростова говорит, вы знаете, вы себе не представляете, я живу на такой окраине, они не знают в банке, как сделать вам перевод. Я ей говорю, ну, представляю, почему я не представляю, ну, я же тоже по земле хожу, я могу себе это представить. Оказывается, она живет в России от границы с Украиной примерно два часа, а я же выросла и до 16 лет жила в этом же, ну, в этой же части, только по другую сторону, по украинскую сторону. Я говорю, я очень могу себе это представить. И потом проходит неделя, проходит вторая неделя, не знаю, сколько недель мы это собирали, и она мне оставляет голосовое сообщение, прям вся кричит, визжит, эмоциями переполнена. Они в банке не смогли, а я, говорит, смогла. И я отправила, вижу, что у меня деньги снялись, всё отлично. И у неё действительно получилось. Когда она уже совсем опустила руки, потому что в банке ей сказал, нет, мы вам помочь не можем. А у неё каким-то образом получилось. Но если совсем прям у кого-то не получается, ну, не расстраивайтесь, попросите кого-то это для вас сделать. Ну, вдруг найдётся, вот как, например, Якутия, да, попросила дочку соседки, и вот так вот мы и сотрудничаем. Я всегда говорю, не нужно всем всё уметь, каждый должен заниматься своим делом. Старайтесь, пытайтесь, но если не получается, попросите кого-то. Либо отложите это на потом и сделайте в спокойствии. Поэтому не переживайте, никого не торопим. Так, вот опять показываю картинки. Видно, да? Эти стоят 19 евро. Тоже, кстати, красиво в коридор. Это деревянная рамочка. Видно, да? Такая розочка ностальгическая. Так, пастельные картинки я показала. Но это уже здесь с прищепками сделано. Это уже больше, мне кажется, для тех, кто ко дню влюблённых готовится в феврале. Можно собственные фотографии повесить. Зачем ещё у нас кто покупают? Кстати, цена 18.99. Сделаю 15 евро. Когда вы кого-то поздравляете с днём рождения, можно на прищепке вот сюда повешать купюры. Вот иногда говорят, я не знаю там, что подарить сыну, либо дяде, либо другу, либо ещё кому-то, да? Ну вот, подарите здесь либо ваши фотографии, ну, либо деньги. Например, можно там повесить по пятёрке. Ну, смотря, какие банкноты у вас есть. Иногда ещё вешают как будто миллион, слаживают их. Тоже интересно. Так, я показала сейчас вам ведьмочек, чтобы вас не путать. Я специально показала немножко, но чётко, описала, сколько стоят, какие. Кто у меня просил картинки и декорации для стен, я это тоже показала. Я с вами не прощаюсь, я говорю, до скорого. Всех целую и обнимаю, как всегда.